всем привет друзья это счастливые дни номера dos да и с вами саша диненко писатель-сценарист и игорь диненко художник и иллюстратор и вместе мы создаем счастливые концы света в этот раз мы расскажем о том как у нас проходило написание сценария новой главы и все это приурочено к тому что мы презентовали третью главу книги счастливого конца света наконец-то мы это сделали вложили кучу усилий сделали множество правок переправок перечитываний еще больше тоже летят этой главы нас не может я шучу конечно же потому что мы вложили очень много усилий в то что получилось и здорово когда ты перечитываешь что-то и она по-прежнему вот после стольких раз приносит тебе какое-то удовольствие создает мир особый в который ты погружаешься и понимаешь какая существует разница между книгой и комиксом потому что читая комикс или видя вот эти кадры ты жидко о это как будто бы экранизация книги но и в свои есть детали которые как будто бы дополнительная анимация или актерская игра персонажей которые заполняют пробелы которых допустим нет комикси и ты представляешь уже сам до помогает насытить мир и весь этот процесс проходил у нас скрипя потому что мы до сих пор учимся работать как сообщили вместе да мы до этого работали вместе но сейчас получается нужно выстраивать новый процесс потому что до этого была такая рисовательческая деятельность для меня мы обговаривали сценарий я шел рисовал показывал как я по-своему вижу потом саша приходил говорил вот это можно сделать так он складывать и отсюда все и получался готовый результат сейчас же все происходит по-другому спойлеры спойлер спойлеры пока что только полстраницы идет неплохо красным это что это то что мы с тобой обсуждали и что-то не понравилось либо мне либо тебе и мы решили что это надо но это еще такой обсуждающийся вариант поэтому я исправляю то что было и дальше мы пойдем обсуждать то что я написал на вами вот такой вот непростой процесс вы наверное слышали наш подкаст на animation school или может спрашивали нас или говорили о ребята вас двое вы братья вам повезло но на самом деле нам всегда приходится находить общий язык спорить и raw где-то кричать друг на друга но активный как конструктивный крик знаете такой когда не совсем еще описывался от страха и ты стараешься не только отстоять свою версию истории или какой-то абзац ты пытаешься прийти к общему решению которое в итоге улучшит общую сюжетную линию общее звучание я думаю нам это получалось да нужно просто находить общий язык и мы учимся это делать и учимся как-то ускорять этот процесс потому что трудность еще состоит в том чтобы объяснить свою точку зрения потому что ты видишь по одному саша видит по другому два игра что-то пишет вот здесь можно там сократить или уменьшить да здесь можно вот суховато сделай как-то по-другому и надо объяснять такие моменты которые ты в своей голове считаешь понятными и поэтому мы сидели переписывали по нескольку раз сидели где-то вдвоем каждый свой вариант накидывал вот мы ищем такие моменты где мы сможем вот так быстрее работать вместе и общее звучание всего текста потому что было время когда мы вот сидели я после работы садился саша ждал пока я освобожусь и мы сидели им ну как ждал я работал над следующими главами и но ты уже пишешь другой кусок потом мы возвращаемся к этой голове немножко рассинхрон голове но что здорово то что мы закончили она готова игорь красивенько все это оформил создал обложку красивое оформление страниц чтобы было приятно чтобы это было не просто какой-то текст а чтобы вы могли это полистать чтобы вы могли посмотреть получить удовольствие от того что это действительно приятные 10 новых страниц приключения продолжения и если вы все эти несмотря на то что мы все подправили вычитали если вы все-таки заметите ошибки да если нам не удалось скрыть свою безграмотность то напишите нам это нам поможет улучшить вообще если будут комментарии по сюжету или что оставляйте их мы все это учтем это все нам поможет двигаться вперед и делать более качественный продукт проект более интересную историю до частично эта глава была уже нарисована виде комикса но здесь она до конца вы узнаете чем закончился этот фрагмент я подписываю комикс вероники этот комикс делает тебя неуязвимый к укусам вампиров и крупного рогатого комара и а сейчас подпись и соберем это все и добавим красивые открытки еще один еще один и стикер и все красиво и в принципе все уже готово и скоро мы пойдем это отправлять книги уже сказал про комикс это конечно же а второй комикс уже шесть новых страниц готовы это можно увидеть в нашей мастерской и работая над бонусами мы поняли что мы вернемся к рисованию комиксов в ближайшее время и они будут появляться то есть новые страницы виде контура виде черно-белых рисунков на мазаре со временем уже будет их раскрашивать но это будет погодя а то что игорь сказал про бонусы это у нас была такая задумка сделать бонусы к этой главе и они будут персонажами как виде карточек виде того кто эти персонажи какие-то дополнительные истории чтобы наполнить этот мир чтобы вы могли лучше погрузиться в них но об этом мы расскажем чуть позже и вы все это увидите а еще и скоро мы подготовим еще аудиоверсию для тех кто любит слушать слушать а не читать для тех кто помнит алфавит только на слух мы подготовим для вас аудиоверсию чтобы в дороге либо во время готовки вы могли это послушать оставить на читаем тари до впереди у нас прикольная интересная глава про софи которой не было в изначальном сценарии но мы решили ее добавить чтобы все кто на дух еще не переносит оливера могли немножко отдохнуть от него и насладиться сюжетом софи узнайте время что она делает в этом городе как она туда попала и вообще что нас ждет в этом приключении такого необычного и загадочного и что это за мир концов света не терпится обо всем этом рассказать но осталось только это все написать да мы презентуем эту главу где ее можно почитать это в нашей мастерской это все ребята которые уже знают это который поддерживает нас уже могут прочитать ее буквально и помочь нам выбрать название для этой голова потому что мы с игорем спорим какое название лучше и ваш ваши догадки ваши предположения нам очень помогут вот мы думаем над тем чтобы назвать слизь в конце тоннель либо мой вариант лучший способ лучший способ закрыться в шкафу запереться в шкафу и нам интересно после прочтения какой вариант вам больше нравится вы считаете более логичный подходит для названия и еще раз мы всех вас приглашаем нашу мастерскую где вы буквально за 150 рублей можете получить доступ и к первому комиксу делюкс версии 40 красочных цветных страниц в игорянном исполнении прикольном но страницам во втором выпуске и опять же новым страницам книги и ваше имя будет в видео этом вот вот подобным образом и конечно же ваша помощь ваша поддержка помогает нам развивать проект дальше спасибо всем огромное кто уже с нами антон тонио и многие другие спасибо вам огромное за то что вы с нами мы благодаря вам движемся вперед создаем качественный проект оригинальным и уникальным вместе с вами благодаря вам преддверии новый год мы еще с вами увидимся не спешите и говорить ребята чего меня не поздравили еще в этом году мы еще увидимся и услышимся когда говорю про аудиоверсию и мы также планируем много интересных штук на новый год за ближайший пока мы об этом промолчим но хотим сделать что-то особое и действительно двигать проект вперед не терпится увидеться с вами снова а пока прощаемся с вами был игорь художник и иллюстраторы и саша человек который представляет игоря всем карасе счастливых концов света только на бумаге всего самого наилучшего и делите себя здоровья и скоро увидимся да пока это были счастливые будни счастливые будни не пропусти следующие концы света подписывайся на нас там где удобно тебе все полезные ссылки мы оставили под этим видео